В переводе с таджикского ремонт означает вечность. Все три недели провели в карцере. И сейчас они впервые увидят свою обновленную комнату. Все это сделано в рамках федеральной программы «В тюрьме как дома». Итак, встречаем наших жильцов. Это что, наша хата? Это что такое? Что за беспредел? В натуре, ё-моё. Так, сейчас забыли, что надо говорить? Как здорово! Это восхитительно. Я когда в тюрьму садился, о таком даже и не мечтал. В натуре, ё-моё. Даже выходить не хочется. И не надо выходить. Как говорится, сидите и сидите. Потому что мы оформили ваше гнездышко в красивых розовых тонах. Также мы убрали большой ужасный стол, который портил интерьер. И заменили его маленькой дизайнерской экибаной. Также мы убрали четыре ужасных тубаретки и заменили их маленькими разноцветными стульчиками, которые создают настроение. Вы можете сесть и попробовать. Сели! Нюхаем цветок. Хочется спросить, Александр Анатольевич, ну как, настроение улучшилось? Настроение, огонь. Сидел бы и сидел. С этим прекрасным настроением переходим вот в этот угол. В этом углу вы можете заметить, мы смонтировали раковину. Раковина смонтирована на уровне пола. Это сделано в древнегреческом стиле. Это очень удобно. Можно мыть руки, а потом сразу и ноги. Вы можете попробовать. Начальник, я не буду пробовать. Ты будешь пробовать, нас показывают. Нас еще и показывают. Здесь показывают, в карцере не показывают. Ну что, удобно? Крайне удобно. Вы тоже можете попробовать? Не-не-не-не. Так что, отсюда видно, что удобно человеку. Пробовать-то, че. Ну тогда вытирайте руки полотенцем. Полотенце у вас лежало перед входом в камеру. Мы его отстирали и повесили сюда. Ну что же, раз уж речь зашла о гигиене, посмотрите, что мы сделали с вашим санузлом. Вы называли его параша. Там действительно все было плохо. И мы оформили его в русском народном стиле и украсили жар-птицами и петушками. Мы подумали, что в таком окружении вам находиться будет гораздо приятнее и уютнее. Так это че получается? Мне сейчас 7 лет терпеть, что ли? Зачем терпеть? Заходите и попробуйте прямо сейчас. Я... да. Давай, давай, я руки мыл. Я не особо желаю. Бегом зашел. Да-да-да, заходите. Ну как, уютно? Наиуютнейшее место. Вы, наверное, хотите спросить, а где ваше старое ведро? Где наше старое ведро? Которое, которое раньше здесь стояло, мы превратили в красивую люстру в стиле лофт. Оно прямо над вами. И теперь это не рассеянный свет, а теплый сконцентрированный пучок. Еще и теплый. Дерните за веревочку. Оно прямо над вами. Такую красоту сломал. Ничего страшного. Мы починим. Мы вас задернем шторочкой, наслаждайтесь. Также в ходе ремонта мы обнаружили в углу вашей комнаты огромную дыру, которая вела аж за стену тюрьмы. Конечно же, мы подумали, сразу же подумали, что это недоработка строителей тюрьмы. И залили эту дыру стеклобетоном. Потому что вам из нее наверняка дуло. Также этим составом мы обработали все стены вашей комнаты, чтобы больше никаких сквозняков. Зачем нам простужены заключенные, правда, Александр Анатольевич? Да. Начальника можно выйти? Я вроде как все. Из санузла да, из тюрьмы нет. Это шутка от нашей программы. Смешно! Выходите, конечно же, выходите. Вы, наверное, хотите спросить, а где же ваши кровати? На туре, начальника. А где шконки? Мы убрали отжившие свой век верхние ярусы и сделали одну большую кровать на колесиках. Это очень удобно. Она прячется в нише стены. Когда она не нужна, вы можете убирать ее обратно в нишу. Ну, например, когда вы танцуете, или принимаете гостей, или занимаетесь йогой. Или, как говорит Александр Анатольевич, когда у вас идет шмон. Кровать очень удобная и крепкая, а на ней можно спать вдвоем. Пожалуйста, попробуйте. Не, начальник, это реально беспредел. Мы не ляжем. Мы тупо не влезем. Вы можете лечь боком. Специальные ортопедические матрасы позволяют спать боком всю ночь. Прошу. В натуре пусть меняют в шканаре. Если начнем менять кровати, жильцы будут отдыхать в канцере еще 30 суток. Ложимся. Вы, наверное, расстроились, что вам не хватило места. Ничего страшного, ложитесь втроем. Кровать выдержит троих. Лег. Хочется спросить, жильцов, ну как, удобно? Да, крайне удобно. Потому что это специальный ортопедический матрас принимает форму тела. Ой, я не понял, это что там такое? Это матрас принимает форму тела. Ну что же, на этом мы заканчиваем нашу передачу. И хочется подарить счастливым жильцам вот этот небольшой сувенир. Это набор разноцветных ёршиков для мытья посуды в труднодоступных местах. А в следующей нашей программе мы сделаем ремонт в следственном изоляторе города Ишима, где проживает 800 жильцов. Я расскажу секрет, мы применим новшество. Это джакузи и кровать в форме сердца. До новых встреч. Пока. Машем! Субтитры подогнали Симон.